Первый российский гиперкар Flanker F The Evil Empire – одна из самых старых дрифткоманд в России, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Благодаря пилоту Сергею Кабаргину команда успела запомниться несколькими выдающимися проектами, но на этот раз Диди Каба решил вывести свои идеи на новый уровень. Сергей четко знал, чего именно он хочет, и команда смогла воплотить проект в реальность всего за 12 месяцев. После того, как модель рамы и шасси создали в виде 3D-модели и примерили все кузовные части. Все кузовные части были произведены из композитных материалов – карбон для интерьера и карбон-кевлар для экстерьера, там, где необходимо больше прочности. И всего из около 100 частей машина обрела свои формы. Хотя ИИ никогда не стеснялись в дизайне экстерьера, эта машина осталась более чистой. Ее покрасили в оранжевый, а местами просто оставили чистый карбон. Кастом продолжился и на дисках. Тут мы видим 20х9,5 катки спереди и 20х12 сзади. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть лого Диди Каба, выштампованное на дисках. Двигатель построен на блоке Racing Head Service, алюминиевый LS V8 блок объемом 7,6 литра. Мотор получил головы Mass Motorsport и впуск от Plasmoman Pro Series. После сборки силовой агрегат отправился на настройку в Москву в компанию GOSHA Turbo Tech, где из мотора добыли 640 лошадей и 760 ньютон на метр крутящего момента. Всю эту мощь в землю передает дифференциал Winters Performance и компоненты коробки Samsonos Motorsport. Что касается подвески, то тут вы найдете много кастомных рычагов, которые Кабаргин использовал в своих других постройках. Также можно заметить кайловеры Kinetika Suspensions. Тормоза Wilwood 6-поршневые спереди и 2-поршневые сзади. Что касательно самого имени авто, на ютуб канале Диди Каба был проведен опрос среди подписчиков и выбрано имя Flanker F. Кодовое название НАТО для экспериментального истребителя КБ Сухого Су-37. Субтитры делал DimaTorzok